Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» пройдет с 22 июня по 3 июля. Старт в 4 утра на Буйническом поле. В планах автопробеги, митинги и другие патриотические мероприятия. В последний день в Могилёве участники отпразднуют 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Один из самых старых частных вузов страны БИП «Университет права и социально-информационных технологий» закрывается. Альма-Матер прекратит деятельность с 30 августа. Студентов и обучающихся по программам доп. образования переведут с их согласия в другие учреждения. В Бобруйске появился новый игровой комплекс. Расположился он в одном из дворов перспективного микрорайона Киселевичи. Горка, качели, турники. Каждый найдет что-то по душе. Для малышей – песочница и различные забавы. Упор на безопасность. Специальное покрытие не даст получить травму. На Первомайский район планы амбициозные. Впереди – открытие еще четырех детских площадок. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 32 градусов. ГЭИ рекомендует водителям следить за самочувствием в жаркую погоду, брать с собой холодные напитки и как можно чаще останавливаться для отдыха в тени. Сотрудники госавтоинспекции нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации. Праздник Купальев Александрии пройдет 6 июля. Гостей ждут выставки-ярмарки, специальный проект, посвященный 30-летию Института президентства и многое другое. Главное событие вечера – гала-концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады, фейерверк и молодежная дискотека до утра.